ЗВОНОК В ДВЕРЬ Напал на женщину с ребёнком. Парень, конечно, он повалил просто молодую маму на пол. Подробности чудовищного происшествия на Тукая. Сначала убили, потом обворовали. Его убивать не хотела, я защищалась как мама. Подсудимые утверждают, что это была защита. Волонтёры приютили бабушку, которая шла по улице босиком. Она говорит, что дети над ней издеваются. Что случилось с пенсионеркой? Уникальный водный объект. Был ряд поставленных вопросов, таких как место размещения этих илловых отложений. Экологи собираются почистить дно Пионерского озера. 30 вопросов о народных традициях. Смотрели вопросы в жизни запомнить, кто какие плюшки готовит. Нижникамцы написали этнографический диктант. Вы смотрите Нижникамские новости в студии Евгения Корбакова. Здравствуйте. В центре Нижникамска молодой человек напал на двух девушек с ребенком. Он был со спутницей, но со слов пострадавших, та вместо того, чтобы остановить приятеля, была зачинщицей инцидента. Случайные прохожие тоже не заступились. Потерпевшие зафиксировали побои и уже написали заявление в полицию. Подробности у Анастасии Шакировой. Пост-крик. Заголовок соответствует содержанию. Нижникамка в одной из социальных сетей просит помощи и призывает к справедливости. Ее знакомых, с которыми был годовалый ребенок, избили в центре города. Напала на них молодая пара, девушка и парень. Девушка посчитала, что она на нее косо посмотрела, что-то, возможно, про нее сказала. Хотя на тот момент мама с ребенком общалась. Первой налетела девушка. Да, кстати. То есть она никакой там не свидетель, она очень даже соучастник. Она начала хрестать ее по лицу. Ну а далее парень, конечно, он повалил просто молодую маму на пол. Он пленал ее ногами, в голову, в живот. Он ее душил, бил по лицу кулаком. То есть это продолжалось до того времени, пока вторая ее подруга не выскочила из магазина, не пыталась их разнять. Второй тоже, кстати, досталось. Со слов девушек, на их защиту никто не встал, хотя прохожие были. Они написали заявление в полицию, сняли побои. По информации, которая есть у нас из собственных источников, нам известно, что сторона, которую они обвинили в нападении, также написала встречное заявление в полицию. Но официально это не подтверждается. Со слов сотрудников полиции, пока заявление поступило только от девушек, которые были с ребенком. Известно, что дело находится на контроле у администрации города. В настоящее время правоохранительными органами ведется доследственная проверка, назначена студентно-медицинская экспертиза. Проводится первоначальный сбор материалов. Между тем, Нижнекамка, которая выложила пост в поддержку своих знакомых, надеется, что нападавшие понесут серьезное наказание. Такого же мнения придерживаются почти все, кто в комментариях поддержал ее пост. Я считаю в нашем прекрасном городе таким нелюдям не место, которые считают себя сильнее, чем мама с ребенком, которая от него не может ни убежать, ни сдачу не дать. Анастасия Шакирова, Евгений Лызаев, Новости НТР. Убивать не хотела, просто защищалась. Нижнекамский городской суд обвиняет местную жительницу в убийстве знакомого и хищении личных вещей из его квартиры. На скамье подсудимых двое – женщина и ее сожитель. Из зала суда Светлана Шумкова. Его убивать не хотела, я защищалась как мама. Подсудимая рассказывает, что мужчина не выпускал ее из квартиры и хотел изнасиловать. Все случилось прошлой зимой. Женщина и мужчина выпивали. Когда гостья собралась уходить, товарищ не давал ей уйти. Нижнекамка схватила нож. Она понимала, что в отношении нее совершаются противоправные действия, а именно покушение на ее половую неприкосновенность и свободу. Это тяжкое преступление. Она это прекрасно понимала и реально боялась. По версии следствия, когда хозяин квартиры умер, женщина забрала телевизор и другие вещи погибшего. После этого она позвонила своему сожителю и попросила ее забрать. Мужчина прибыл и вместе с похищенным пара удалилась. Сожитель женщины также оказался на скамье подсудимых. Оба они утверждали, что предварительного сговора в хищении не было. У нас не было сговора. Я просто попросила его вывести пакеты, когда он уже пришел. Я ему позвонила, просто попросила прийти, потому что я ей сказала, что я убила человека. Сегодня в зале суда присутствовала потерпевшая, родственница погибшего мужчины. Надеюсь, что конечное решение будет принято справедливо. И человек, который лишил моего самого близкого, родного человека, будет по строгости закона, по справедливости, будет наказан. За убийство женщине грозит лишение свободы сроком более 10 лет. Ее сожитель также может оказаться за решеткой. Об отсудимой вину они признают частично. В данном случае я считаю, что их вина установлена в ходе рассмотрения уголовного дела и материалом уголовного дела. И на сегодняшний день прошли приемные сторон. Сторона государственного обвинения просила наказания в виде лишения свободы мужчин и женщин, учитывая то, что они ранее были судимы. В настоящий момент точка в этом деле не поставлена. Заседание было отложено на 1 декабря. Именно тогда подсудимым дадут последнее слово, после чего судья вынесет приговор. Светлана Шумкова, Рафаэль Ракипов. Новости НТР. Стал известен график работы медицинских учреждений с 4 по 7 ноября. Подробную информацию читайте на нашем сайте. Переходите по QR-коду, который вы сейчас видите на своих экранах. Взрослые поликлиники будут открыты с 8 до 15.00, 5 ноября с 8 до 18.00. Вызвать врача на дом можно будет с 8 до 10 утра во все праздничные выходные дни. Стоматолог-терапевты и детский стоматолог будут принимать с 8 утра и до 14.00. А стоматолог-хирург круглосуточно будут работать и прививочные кабинеты. У нас будут работать прививочные пункты с 8.00 и до 15.00. Это в поликлиниках номер 1 Менделеева 46 и номер 2 Строителей 10D. Будут стационарные прививочные пункты работать с 4 по 7 ноября также с 8 до 15.00. Это в кожно-венерологическом диспансере Шинников 43А, управление здравоохранения по Менделеево 32А, наркологическом и психоневрологических интернатах по Студенческой 33, в Центре здоровья поликлиники номер 1, при нашей центральной районной больнице по Менделеево 46. Во время длительных праздников врачи советуют по возможности быть дома. Аналитики Татарстана, между тем, выявили, как на бизнес повлияли антиковидные ограничения нерабочие дни. Сильное усевое нововведение ударили по сферам туризм, гостиницы, рестораны, фитнес и спортивные клубы, салоны красоты. Количество свободных мест там стало меньше на 17% по сравнению с прошлой неделей. Такая же проблема и в юридической отрасли. Запрос на эти услуги стал меньше на 10%. В сфере консультирования, где работают специалисты колл-центров и дистанционного обслуживания клиентов, на 9% выросло число вакансий. Но как бы там ни было, с QR-кодами нам еще жить. Для чего они нужны? Как реагируют нижнекамцы на рейды по их проверке? И что грозит тем, у кого их нет? Об этом в студии программы «Темы дня» рассказал главный государственный санитарный врач Нижнекамска Рустам Азиатуллин. Как долго продлятся ограничения, масочный режим и как на это влияет вакцинация? Смотрите уже в это воскресенье на нашем канале в 19.00. Так торопилась, что ушла босиком жительница Нижнекамска. Встретила босую бабушку в селе Большое Афанасово. Та рассказала, что ее выгнали из дома, и она ищет помощи у участкового. Только вот у дочери есть своя версия развития событий. Какая, расскажет Анжелика Степанова. Что мы в этом случае будем делать? Нет, мы сейчас пойдем домой. К ней домой зайдете? Конечно, с бабушкой. Поговорим и с ней, и с дочерью. Закройте, погритесь чуть-чуть. Оксана Калашникова знакома с этой женщиной всего полчаса, но уже переживает как за родную. Она встретила ее на улице. Бабушка шла босиком и пыталась добраться до участкового. Она говорит, что дети над ней издеваются, выгоняют ее из дома. Она неоднократно обращалась к участковому. Дочка сейчас это подтвердила, что участковый да знает об этом. И участковый ей сказал, если еще раз такая ситуация повторится, обратитесь еще раз в милицию. И вот она пошла искать эту милицию. Сама Нина Уразова рассказывает, что дети постоянно выгоняют из дома и морят голодом. По словам бабушки, единственная причина, по которой ей позволяют жить в этом доме, ее пенсия. Мы пытались поговорить с дочерью. Сначала Таня не хотела идти с нами на контакт. Просто расскажите тогда вашу версию. Нет, мне сейчас плохо будет. Однако после все-таки решила разъяснить ситуацию. По словам дочери, Нине Уразовой уже 93 года и женщина страдает деменцией. Она живет в хороших условиях, часто ходит гулять и потом спокойно возвращается. А дети ей ни в чем не отказывают. Поэтому все, что та рассказала, ложь, вызванная болезнью. У нее весной и осенью обострение бывает. В больницу не берут. Мы сколько раз разговаривали. Ну, человеком бывает от старости. Человек он старый. Это не первый раз. Участковый знает. Сотрудники полиции сегодня в доме все-таки побывали. Осмотрели условия, в которых живет бабушка. И основания для того, чтобы не поверить в дочери, не нашли. Стоит отметить, что деменция – серьезное и неизлечимое заболевание. Изначально заметить его непросто. А вот на последних стадиях доходит до того, что люди теряются во времени и пространстве, меняются в поведении, а также забывают имена и лица своих близких. В группе риска по деменции находятся люди старше 65 лет. Поэтому будьте внимательнее по отношению к пожилым родственникам. И не бойтесь отправлять их к врачу. Под контролем специалиста болезнь протекает легче. Анжелика Степанова, Булат Абдульманов, Новости НТР. Строительство новой трамвайной ветки, работа с сиротами, низкая зарплата младших воспитателей. Вот некоторые вопросы, которые поступили во время личного приема депутату Государственной Думы Айдару Медшину. В рамках региональной недели в режиме онлайн он пообщался с нижникамцами. В общем, поступило 34 обращения на разные темы. 30 из них удалось решить совместно с Исполнительным комитетом города. 4 вопроса требуют федерального вмешательства. Что касается зарплаты младших воспитателей, то здесь возможно улучшение ситуации. Что касается нашей территории, нашего Татарстана, то обсуждается в данной, на этом этапе, я знаю, в этот период, вопрос увеличения зарплаты младшим воспитателям, также с 1 января следующего года, с 22 года, зарплаты на 25 процентов. Это порядка 3 тысяч рублей. Надеюсь, что это решение или это обсуждение выльется в решение, и это достаточно серьезно, на 3 тысячи увеличит зарплату младшему персоналу. Все озвученные вопросы депутат Госдумы Айдар Медшин взял под личный контроль. Следующий прием состоится в конце ноября. Свои вопросы и проблемы вы можете озвучить, позвонив по номеру 374464. На этом работа депутата Госдумы в Нижнекамске не закончилась. Сегодня он посетил поликлинику номер 2. В ходе визита Айдар Медшин пообщался с терапевтами. В знак благодарности депутат Государственной Думы подарил волонтерам, медикам маски, термометры и приборы для измерения уровня кислорода в крови. Сейчас штат волонтеров, медиков составляет 104 человека. Уникальный водный объект в пригороде Нижнекамска. Речь об озере Каракуль. Здесь есть краснокнижные растения. Вполне возможно, у водоема хорошее будущее. Сегодня на месте побывали экологи и наш корреспондент Денис Макаров. В озере Каракуль в Нижнекамске, оно больше известно как пионерское, студенты Казанского университета обнаружили краснокнижные виды растений. Желтый бутон и кувшинку белоснежную с тех пор водоем считается уникальным. Началась работа по его восстановлению. Сегодня на месте снова побывали экологи. Мы бы очень хотели, чтобы этот объект у нас в этот проект в экологию вошел, но для этого нам необходимо постараться, как раз повторяю же, по подготовке документов, которые необходимо предоставить. Теперь задача экологов включить объект в федеральную программу сохранения уникальных водных объектов. Первостепенная задача – очистка дна, иловых отложений и родников. Встреча прошла конструктивно. Был ряд поставленных вопросов, таких как место размещения этих иловых отложений. В дальнейшем, я так думаю, данное совещание продолжится. Ну и, скажем, с вещами, естественно, будет определен конструктив, чтобы уже к началу проектирования, уже к дальнейшему началу работ, уже все вопросы были решены. Когда начнутся работы, пока неизвестно. Сейчас экологи готовят документы. Денис Макаров, Евгений Лызаев, Новости НТР. Вывозили листву камазами. В Нижнекамске продолжается большая осенняя генеральная уборка. Сегодня работники одного из градообразующих предприятий вышли на субботник. Перед людьми стояла задача убрать опавшую листву, сухие ветки, мусор. Генеральную уборку они провели вдоль центральной улицы города, проспекта Химиков. Для работы была привлечена техника камазы, погрузчики, тракторы. Привести город в порядок планируют до первого снега. В этом году синоптики его прогнозируют в середине ноября. Нижнекамский драматический театр имени Минулина номинирован на премию «Золотая маска». Лонглисты номинанта Российской национальной театральной премии стали известны накануне. Так, в номинации драмы «Спектакль малой формы» отметили постановку «На заре», которая посвящается году родных языков и народного единства в Татарстане. Кроме того, на премию был номинирован и Туфан, и Мамудинов, режиссер этого спектакля. Кстати, театр из Нижнекамска оказался на «Золотой маске» впервые. Среди художников по свету в драме отмечен Ильшат Саяхов, который также является одним из тех, кто работал над спектаклем «На заре». Отметим, что номинанты премии «Золотая маска» отобраны двумя экспертными советами по драматическому и музыкальному театру. В списке 81 спектакль, 67 театров и 290 частных номинаций. Это большое для нас достижение. Мы гордимся, что стали номинантами на премию «Золотая маска». Это престижная и профессиональная награда. Надеемся на победу. Большой этнографический диктант. Сегодня нижнекамцы присоединились к международной акции, которая проходит на территории района шестой год подряд. Ответить на вопросы желающие могли на базе Дома дружбы народов, а также в онлайн-режиме. Вера Муратова продолжит. Сюда, пожалуйста, вам. В аудитории нет свободного места. Нижнекамцы готовы написать этнографический диктант. За 45 минут надо осилить 30 вопросов. Многие из присутствующих участвуют в международной акции не в первый раз, поэтому пришли подготовленными. Очень интересные вопросы, когда готовились, смотрели вопросы. В жизни запомнить, кто какие плюшки готовит, и кто какие пирожки варит, пельмени, где изобрелись, оказывается. Кто как танцует. Поэтому нельзя объять необъятное. Но попытаться можно. Набрать максимальную сумму 100 баллов нижнекамцы могут не только сегодня. Акция, приуроченная к Дню народного единства, будет проходить до 7 ноября. Пройти его можно в онлайн-формате на официальном сайте Большого этнографического диктанта. Причем тест доступен не только на русском языке, но также на английском, китайском и испанском. Цель акции – это показать свои знания в области географии близлежащих народов и знания их традиций, их праздников. Интересные вопросы в этом году именно в области знания татарского народа. Вот, например, один из них. Как вы думаете, калфак – это кисломолочный напиток, женский головной убор, либо широкий пояс? Вот сегодня в диктанте был такой интересный каверзный вопрос. Посмотрим, участники будут компетентны или нет. С каждым годом участников акции становится больше, и пройти испытания не так-то просто, как кажется на первый взгляд. Самое сложное количество народа, проживающего в Республике Татарстан, потому что перепись населения только идёт, и сказать точно невозможно. И самый каверзный, наверное, традиционная русская крестьянская шапка, из чего изготавливалась. Думаем, пока сидим. Мы не находим. Большой этнографический диктант сегодня писали не только нижнекамцы. На вопросы ответили жители всех регионов России и 123 стран мира. Каждый по результатам теста получит сертификат. Вера Муратова, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. В Нижнекамском городском музее открылась выставка «Старин и чистый пыль возрождения». Жители смогут посетить её бесплатно с 4 по 7 ноября. 25 представленных картин – это итоговые работы участников Всероссийского пленера, среди которых был нижнекамский художник Ильдус Муртазин. На полотне он изобразил мечеть Анаса, проходящие мимо неё мальчик и бабушка. Символизируют будущее и прошлое, которые взаимодополняют друг друга. Эта выставка путешествует по России, сейчас по Тожстане, потом она поедет в Москву и Санкт-Петербург. Здесь представлена только часть выставки, 25 картин. Вообще выставка, она больше, около 80 картин. И эта выставка, которую мы сейчас здесь представляем, это как анонс будущей выставки, более полномасштабной, которая у нас будет на следующий год в Нижнекамске. После Москвы и Санкт-Петербурга. 4 ноября в течение дня в Нижнекамске пройдет онлайн-фестиваль «Дружба народов», посвященный Дню Народного Единства. В программе видеорассказ о культуре народов России, поздравления руководителей общественных организаций с Днём Народного Единства, а также концертные номера творческих коллективов города. Смотрите в аккаунтах Дома Дружбы Народов Нижнекамска в Инстаграм и во Вконтакте. А сегодня юные нижнекамцы стали участниками мастер-класса «Подкова дружбы». Мероприятие тоже прошло в Доме Дружбы народов и было посвящено Дню Народного Единства. На нём ребята познакомились с историей праздника и вырезали подкову из картона, на которую наклеили фрагменты национальных орнаментов. Такая композиция стала для них символом мира, дружбы и единства. Помимо мастер-класса мы ещё проводим интерактивные программы и познавательные часы. Информацию мы стараемся бросать в социальные сети и ребята уже видят, что у нас проходит мастер-класс и с удовольствием бегут на наши мероприятия. А 6 ноября в Татарстане отмечают День Конституции Республики. Этот важный документ был принят Верховным Советом Татарстана в 1992 году. То есть в этом году главному документу Республики исполняется 29 лет. 6 ноября в честь праздника Нижнекамская телебашня окрасится в цвета флага Татарстана. Как отмечать, может быть, будет все? Ну, пока нельзя же. Тогда будем дома видеть. Праздник. Да, раньше отмечали, собирались. А сейчас где с этой пандемией не собраться, не как говорится. Ну, я с большим уважением отношусь и к Конституции, и к своей, и к стране вообще. И, как это сказать, строй, что ли, этот, или как там. В общем, я патриот. А что для вас вообще День Конституции? Ну, что День Конституции? Как раньше говорили, право на отдых, на труд. Ну, и сейчас так же, мне кажется. Свежий номер Нижнекамской правды в связи с праздничными днями на этой неделе вышел не в пятницу, а сегодня. Журналисты выяснили, почему горожане не могут дозвониться до единого номера экстренных служб 112. Мы выяснили причину, почему горожане не могут дождаться ответа оператора, а также узнали, по каким еще номерам можно, а главное, нужно звонить в экстренных ситуациях. Коллектив Медиахолдинга НТР поздравляет вас с наступающими праздниками. В наше время главное – это здоровье. Его мы и хотим вам пожелать. И прощаемся до понедельника. До свидания. В пятницу ожидается пасмурная погода. Редактор субтитров А.Семкин